Школу могут не успеть сдать в срок в одном из сел области ЖТСУ. О своих опасениях заявили жители Аула-Щи Женна-Панфиловского района. Объект обещали ввести в эксплуатацию в конце декабря, однако работы еще ведутся. Подрядчики же заявили, что проект стоимостью около 1 миллиарда тенге завершат в течение нескольких дней. Кульнар Жантасова с подробностями. Моменты, когда звонок прозвенит в коридорах нового здания школы, учителя и их ученики уже устали ждать. Старая 1936 года постройки уже давно не отвечает нужным нормам. Попытки пристроить к ней дополнительные помещения проблемы особо не решили. Сейчас часть из них уже тоже обрушается, и теперь около сотни детей вынуждены получать образование в шести тесных кабинетах. Нам трудно. Начальные классы после обеда у нас учатся, пятый, шестой класс после обеда включили. На первом смене у нас с седьмого по одиннадцатый класс, потому что у нас только шесть кабинетов рабочих. Спортзалов нету, так как у нас аварийное состояние школы. Факультативные уроки мы проводим сейчас в библиотеке, так как мест нету. Проблема затягивания сроков строительства новой школы в неправильном проектировании, говорят подрядчики. Если бы ее начали возводить по первому проекту, то одно крыло школы как раз пришлось бы на селье отводной ары. В итоге специалисты пересмотрели план строительства заново, и только после его утверждения начались строительные работы. Четыре месяца ушло на то, чтобы по-новому проект составили. Надо было поменять план спортзала. На все это время ушло. Но в отношении выделения средств, у материалов вообще проблем не было. Поэтому дружно принялись за работу. Бригады сейчас двесменно трудятся. На объекте задействовано около сотни человек. Сейчас все наружные работы уже завершены. Ведутся внутренние. В настоящее время объем выполненных работ составляет 92% степень готовности. Данный объект будет в данную эксплуатацию до конца текущего года. Третью четверть учебного года по обещаниям подрядчиков дети начнут уже в новом здании школы. Ну а работы по благоустройству вокруг объекта подрядчики будут проводить только в будущей весной. Вольнар Жантасова, Ужас Байбусинов, Хабар, 24, область ЖТСУ.